Краски, кисти и холсты с одной стороны, диски и болгарки с другой. Свою художественную мастерскую Аурика разместила на строительном рынке в Бендерах. В перерывах между работой пишет картины. Мастерская у меня в обычном месте на строительном рынке, рядом с магазином инструментов. Когда мы открывали магазин, я была свободна, на тот момент ребенок был маленький, и я хотела поддержать мужа, помочь ему в этом. Стены мастерской увешаны картинами. Здесь Аурика работает три года, и за это время написала больше ста полотен. Заходят когда такие саркастичные люди, такие, знаете, мне нравятся такие. Они так сразу, Матис, Репин, Шагалт. Я не смеюсь, для меня непосредственная реакция, это очень всегда весело. Мы зашли купить инструменты для стройки, но увидев данное произведение, я был крайне удивлен, восхищен. Очень сожалею о том, что я не могу так рисовать красиво. Хотелось бы научиться, но времени особо нет. Аурика Флоря – профессиональный художник. 15 лет преподавала в художественной школе. Потом ушла в торговлю и стала скучать по творчеству. А как вы дошли до того, что можно соединить абсолютно нетворческий бутик с инструментами, с творческим таким местом? Ну, дело в том, что я осознаю, что время – самый важный ресурс нашей жизни. И если ты художник, ты не можешь не рисовать. Ты находишь минутку, две, три. Ну, каждый день тебе нужно рисовать. По понедельникам на рынке выходной. Больше свободного времени – больше идей. Так пришла мысль проводить мастер-классы. Ко мне стали приходить люди, которые сражаются с онкологией, с серьезными проблемами. И я вижу, как они меняются. Они меняются, у них меняется жизнь, меняется состояние. С палитрой на холл сложатся настроения и эмоции человека. Я увидела, что живопись имеет такую, знаете, арт-терапию. Я поняла, что это реальность вообще, что люди приходят ко мне на занятия одними и ходят другими совершенно. Они выплескивают эмоции на работах. Они меняются, они улыбаются больше, они радуются больше. Любителей красок и кистей становится все больше. Одного дня на мастер-классы уже не хватает. В планах заниматься не только со взрослыми, но и с детьми.